Это экипаж, у которого, наверное, очень серьезное будущее. По поводу анализа первого этапа этого года в Сызрани, сложно сказать, чем самокопанием того этапа я реально не занимался, потому что, наверное, прошло даже несколько лучше, чем мы планировали. Единственный день судака, он был похуже, но это было понятно и обоснованно. Поэтому с какого-то самокопания и там суперанализа, анализ, да, занимались, почему так получилось, наверное, так, почему настолько хорошо, думали на эту тему, общались с другими ребятами, кто где примерно поймал, тоже понимаю. Поэтому сказать, что там какая-то работа над ошибками, я бы, наверное, не сказал. Конечно, все удалось. Вот, очень хорошо, когда большая работа, она венчается успехом. Это придает сил для следующей работы. Здесь, в Казани, мы сегодня 17-й день на воде, всего будет 18 тренировочных дней. Планировалось 20, но из-за моего здоровья немножко мы задержались на пару дней. Наверное, к лучшему, что задержались. Но, тем не менее, из-за погоды по приезду мне стало сильно хуже, что пришлось пить антибиотики, там, 9 дней я пил. Но, в целом, чувствую себя нормально. В принципе, я считаю, что тренировки прошли хорошо. Наверное, иногда даже слишком хорошо – это даже плохо. Потому что немножечко это может расслабить раз, второе – ограничить в дальнейших поисках два. Я все-таки рассчитываю, что нам удалось этого избежать, и то, что натренировали, удастся превратить в жизнь. Мы педанты. Знаешь, я даже не сколько про Виталика могу сказать, наверное, про Максима. Вот если говорить именно о Максиме, то он большой молодец, и он за последние года 2-3, он очень сильно прибавил. Он целиком и полностью погрузился именно в рыбалку. Он погрузился именно не просто даже в рыбалку, а именно в спортивную рыбалку. А это разные вещи, это надо, ну, как бы разделять. Банальная такая фраза – сплав молодости и опыта. Но опыт это у Арестова, несмотря на то, что он моложе Виталия, там тоже не занимать. У Виталия он просто громадный опыт. Поэтому здесь вот молодые свежие мозги и огромное желание и работоспособность с опытом Виталия, который уже не распыляет силы, а направляет их вот правильно, точно, в том направлении, куда надо, вот приносит вот эти результаты. Конечно, победа в первом этапе накладывает определенный отпечаток на то, что мы должны не ударить в грязь лицом. Соответственно, стараемся все делать правильно, стараемся все учитывать. Вот, я стараюсь быть более собранным. Да, Максим? Очень. Ты красавчик, Виталий. Вот. Ну, это не значит, что я такой расставой этого, да? Расставой этого. Но, тем не менее, я пытаюсь тоже все продумывать, все просчитывать. Больше работать по просчету, чем по интуиции, как раньше я это делал. Ну, наш тренировочный процесс подходит к концу. Думаю, что готовы мы неплохо. Наверное, нет предела совершенству 100%. Возможно, мы в некой яме наших предположений, что у нас как бы все неплохо, особенно по щуке. Будем надеяться, что то, что мы наработали, все сработает. Или хотя бы часть этого, этих наших наработок. По судаку несколько сложнее. Не так, конечно, классно, как в Сызрани, где он клевал у нас в большом количестве мест. Здесь тоже мест много. Судака хорошо. Единственное, что размер чуть поменьше. И податливость рыбы, то есть реакция на приманки, несколько хуже, чем мы рассчитываем. Но, тем не менее, в принципе, есть что ловить. Ловили без каких-то сам супер-бонусов. Но, в принципе, рыба там полтора, два, два с половиной килограмма, она, наверное, должна присутствовать у большинства экипажей, наверное, в нормальном количестве. По крайней мере, мы об этом так думаем. И в нашем не исключение. Опять же, любое выступление, это все-таки рыбалка, да, и все может идти по плану. И очень часто идет не по плану. Поэтому крайне важно иметь запасные варианты, желательно несколько. Потому что, если к этому не быть готовым, то можно просто пролететь. Все подходит к логическому завершению. Этот 18-дневный трип почти закончен. Поэтому, что можно подвести итоги? Было много рыб, и мелких, и средних, и были крупные. Но крупные, я считаю, это 6 плюс. Вот для меня это уже крупные рыбы. Естественно, мы будем стараться быть лучшими. То есть, это безоговорочно. Как и любой экипаж в Пале. Но надо быть лучше всех. И в этот момент, именно в эти три тура, надо быть лучше всех. Если что-то пошло не так, то нужно делать все ровно так же, как и делал до этого. То есть, менять точки, менять приманки, менять проводки. Вот. Все это у нас получалось, и все это мы будем делать. Соответственно, если совсем все плохо, плакать не будем. Будем еще чаще кидать приманки в воду. Это безоговорочно. Сто процентов. До самой последней секунды. До самой миллисекунды последней. Мы будем кидать приманки и стараться поймать рыбу. Все здесь может изменить последний заброс. Это спорт. Это, тем более, это палка. Продолжение следует... Вроде поклевывало все это. Нормально, половили в удовольствии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно как вот хотели половить пафон. Просто половить рыбу в кайф. Получилось. Не искать, не нарезать, не рисовать. Просто ловить. Не, ну план он есть изначально, на все три дня был базовый. Он может просто корректироваться, в зависимости от результата. Посмотрим. В принципе, план на завтра такой же, как мы его думали три дня назад. А на взвешивание приглашается экипаж в составе Максим Арестов, Виталий Галецкий. Город Волгоград, город Новочеркас, Ростовской области. Естественно, это пять экземпляров рыбы. Это действующие лучшие рыболовы года. И общий вес 33 килограмма 90 граммов. Вес в пяти экземплярах рыбы. Иисус. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 возможно ради там галочки ради чего-то иногда это нужно но галочные вещи я не люблю по жизни прогресс он не стоит на месте вот каждый раз появляются новые технологии новые фишечки новые и это все поступательно двигается уже очень долго если даже посмотреть когда я там начинал в спорте и сейчас то это ну просто небо и земля то есть те люди которые отвалились даже 3-4 года назад сейчас я с ними в лодке нахожусь это ну я не знаю как я как будто ребята с деревни так сказать приехали вот ну реально по работе со снастями с аппаратурой и так далее поэтому здесь я с максима несколько с несколько не согласен в любом вот данном действии должно быть научное обоснование грубо говоря я долго занимался дайвингом и понимаю что такое декомпрессия и как она делается и сколько надо там на какой глубине подержать то же самое можно и применить к рыбе то есть если озадачиться этой технологией как бы то можно рассчитать график подъема рыбы того же судака с какой-то глубины вот тем более panoptics и life scope life scope и актив таргет позволяет это делать то есть можно приподнять вот и пускаю там ходит на этой глубине опять приподнять и опять ходит как бы в холодное время года конечно можно рассмотреть и такую технологию наверно при том подходе который был раньше и подобных глубинах но это действительно заведомо умирающая рыба дайвингом не занимался по ним я как бы теоретически понимаю что надо сделать теоретически до практики нет поэтому но у меня не было никогда цели этим заниматься за этим надо действительно заниматься чтобы и погубить какое-то количество рыбы естественным путем как бы и тут тоже многие экипажи экспериментировали рыбы конечно умирала я не исключаю этого момента что возможно уже в следующем году этим будет пользоваться большое количество спортсменов и мы не исключение как бы это понятно я не говорю что это никогда не говорит никогда поэтому повторю той практике то идеологии то мышление которое было до сегодняшнего дня но у меня было вот такое мы ловили сегодня только на те приманки которые показали себя с лучшей стороны на тренировках в наших руках это наверное приманка номер один это был фэд 68 от китек я люблю больше натуральные цвета это не принципиально в данном случае это вот такой цвет натуральный 440 цвет по каталогу китек и изи шайнер такой же цвет почему достал два фета ну они одинаково абсолютно только с разными весами головок которые ловили в разных местах изи шайнер по более пассивной рыбе 6 5 тоже классного делу ну и опять таки что можно сказать обязательно это дело было с подсадкой данная приманка то есть так называемым стингером дополнительным крючком вот почему потому что в основном ловится равномеркой рыба атакует снизу то есть очень часто идет поклевка в нижнюю часть тела приманки и соответственно она не засекается вот ну пару раз сегодня наказали вот эти крючки то есть не было крючка не было бы рыбы но ничего особенно самом деле равномерная проводка по рыбе чуть выше рыбы с разным темпом побыстрее помедленнее уже по ситуации один раз кинул одна реакция поменял головку например другой вес побыстрее помедленнее повыше пониже тут уже вопрос эксперимента сложно нет нету такого чего-то особенно это я люблю равномерную проводку ловлю ей уже там четвертый год и по судаку и по щуке она наверное в целом номер один хотя бывают и есть водоемы и в моем регионе где равномерка один год офигенно вот как это не парадоксально другой год нет вот тупо ступенчатую джиговую проводку и она улучшила это меняется как мне сегодня сказал один известный человек команда арестов галицкий как бы остановилась ну уже не первое уже не первое уже не первое в туре это что начал мне спросил ты что начало конца или просто небольшая остановка перед рывком ну посмотрим я думаю что эта остановка перед рывком вот и это экипаж настолько мощный нам надо поймать максимум от завтрашнего дня естественно что и те места где мы ловили они уже нами же подвыбиты потому что мы прилично старались над этим связано с тем что были с оператором в легко читаемых местах особенность для местных ребят я точно знаю что местным экипажем не только место уже болельщики местные уже как все все знают чуть ли не там уже хороводы собираются водить по тем местам где мы ловили там все и как бы читаем я думаю изначально план будет схож с первым днем с возможными критик корректировками уже по месту потому что но если будет кто-то если будет поджопничество до грубо говоря это естественно повлияет на нашу тактику на месте если мы сможем также спокойно отработать мы скорее всего пойдем тем же маршрутом там есть определенные нюансы мы там с забегами в определенное время в разные места заходили и все сработало если сможем также делать будет идеально не сможем ничего мы добавим новых мест у нас есть где половить рыбу но цель будет щука он ли щука у нас в этот раз ней гораздо интересней ну 25 надо ловить точно прям надо то и ловить точно шансы есть поймать больше там где мы ловили в турах сам большая рыба поймали на 12 килограмм щука была и завтра мы однозначно там остановимся самой же первой постановкой я думаю у нас есть шанс то остать первыми у нас хороший старт хорошая скорость поэтому начнем оттуда завтра будет решаться многое это подведение итогов пола года 22 еще и рассекречивание всех осенних интриг миграции рыб она сейчас движется очень серьезно постоянно я бы даже сказал и завтра мы покажем свою игру мы будем действовать так как действовали бы вне зависимости от любого исхода любых результатов мы будем играть свою игру и так считаю что завтра сойдутся 22 мощнейших экипажа и завтра будет такая искры полетят искры полетят и мы увидим такое там что запомним надолго друзья есть нормально Иди сюда! 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 Ну, что еще ровноiness of Camoco? Иди сюда! И сильно! И это все же ты Galizio! И мы моё не совсем просто в голову! Когда мы�� об Officer! потому что реально мы чувствовали, что горим очень сильно, и естественно, что в течение всего тура мы были не очень довольны, очень-очень-не очень. И буквально до взвешивания, до того, как момента мы увидели вес, который в наших рыбах, и, слава богу, спасибо тебе, щучки, которые вы дожили, вы махнули жаберкой, которые и благодаря им в том числе добыта эта победа. Мы готовим вторую лодку? Я не знаю, какую лодку мы готовим, вторую, третью, четвертую, фиг знает, сейчас у нас 3,3 на двоих. Ну, конечно, будем оптимизировать, будем решать, что-то как на следующий год, поэтому до следующего года, до следующего сезона. Друзья, увидимся. Я думаю, будет очень-очень жарко. Я надеюсь. Кубок лучших рыболового года. Кубок классный, классный, классный! Поехали! 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 Поехали!